Восемь Восемь, девять, а то и все десять месяцев господствует зима на этих просторах. Поэтому провожают ее всегда с радостью. С давних пор проводы зимы – веселый народный праздник. Гори, гори, ясно, что бы не показало! Гори, гори, ясно, что бы не показало! Тундра и леса тундра, степи и леса степи, а главное – тайга. Тайга во все стороны. Пятая часть всех лесов Советского Союза. А в лесах и медведь, и соболь, и кедровый орех, и сладкая ягода. А еще уголь, железо, медь, золото – все это Красноярский край, протянувшийся с севера на юг на три тысячи километров. Суровый край. Годовые перепады температур достигают 90 градусов. Если в одной его стороне зацветают яблони, то в другой, например, здесь, на Таймыре, и в июне может разразиться курган. Чтобы жить, работать в этом краю, нужно обладать мужеством и упорством. Словом, нужно быть настоящим сибиряком. Больше всего в Сибири поражают величие и размах. Это относится и к характерам людей, и к современной экономике Сибири, и к явлениям сибирской природы. От Саянских гор до Северного Ледовитого океана, связывая, объединяя весь край, течет Енисей. 350 лет назад здесь, вот на высоком берегу реки у Красного Яра, основал отряд казаков Острог, положивший начало городу Красноярск. Рассказывает ученый-физик Иван Александрович Терсков. На этой караульной башне дежурили казаки, и в случае опасности они давали огнем сигнал, и Острог, соответственно, готовился к отражению нападения. Когда он стал уже губернским городом, центром Енисейской губернии, он все-таки продолжал оставаться маленьким городком. Так в 1889 году население Красноярска было всего 14 тысяч. К моменту Октябрьской революции он дошел примерно до 50 тысяч. Я еще помню, примерно где-то в 1935-м, в 1936-м годах, в 1937-м, ждали наводнения, и мы студентами дежурили, если наводнение случится ночью, чтобы будить жителей и предупреждать о том, что началось затопление домов. После того, как построена Красноярская ГЭС, Енисей зарегулированный, наводнений больше не будет. Отсюда пароход-святитель Николай увозил в Шушенскую ссылку Владимира Ильича Ленина. Красноярск – город с традициями и историей. Здесь родился великий русский художник Василий Иванович Суриков, потомственный казак. Его предки упоминаются среди основателей Красноярска. «Сибирь – народ вольный, смелый», – часто говорил он. «Необычную силу духа я из Сибири привез», – рассказывал художник об одной из своих встреч с родным краем. Не случайно он вновь и вновь пишет казацкую вольницу, обращается к натурам сильным, вольнолюбивым. И сегодня здесь живут сильные, смелые люди. Это их руками создана самая крупная в мире электростанция у дивных гор и сооружается другая, еще более мощная, в предгорьях Саян. «Сибирь» Это они плавят сталь, алюминий, изготавляют комбайны и теплоходы. КОНЕЦ Современный Красноярск – это 40 проектных и исследовательских институтов. Это красноярцы расширили наше представление о магнитных свойствах веществ. Добились важных результатов, изучая замкнутые системы жизнеобеспечения. Дали важные рекомендации для повышения продуктивности лесов. Красноярск стал подлинным центром лесной науки. Здесь многое делается для охраны природных богатств. КОНЕЦ Совсем рядом с городом существует Государственный заповедник Столбы. КОНЕЦ В Красноярск я приехала из небольшого уральского городка. Ключом к городу явилось вот это вот место, которое является поистине жемчужиной сибирской природы. Это Красноярские Столбы, излюбленное место горожан. Я родилась в этом городе, прожила всю свою 18-летнюю жизнь. Я его очень люблю, хотя ему и 350 лет, но он совсем молодой. Ирина Белова совсем недавно стала студенткой Института искусств. Впрочем, и Институт недавно открыл свои двери. Это восьмое высшее учебное заведение города. Здесь учатся будущие музыканты, актеры, художники. На них рассчитывают во многих театрах края. Впрочем, уже сегодня студентов привлекают для участия в профессиональных спектаклях. Даже вот в таких сложных, как Борис Гогунов. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина учится на актерском факультете. Однако, существуют и другие пути в искусство. Ольга Прошева заканчивает технологический институт. Но посмотрите, как лихо она плясывает. Танец называется «Сибирская баня». Танец называется «Сибирская баня». А это уже национальный тувинский танец. Танец называется «Сибирская баня». Танец называется «Сибирская баня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но если вы хотите сделать балет своей профессией, нужно начинать с детства. В Красноярское хореографическое училище приезжают поступать со всего края. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, не всем становиться артистами. Зато зрителем может стать каждый, если вовремя позаботиться о билетах. Театр юного зрителя пользуется заслуженным успехом. И все-таки особой гордостью красноярцев является театр оперы и балета. Самый молодой музыкальный театр страны. Его труппу составили выпускники консерватории и хореографических училищ Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы. В Свердловске изготовили декорации для первых спектаклей. В Ленинграде шили костюмы. Заместитель директора Игорь Михайлович Ратнер приехал из Перми. Пермский театр оперы и балета, в котором мне довелось работать многие годы, сюда приезжал с 1958 по 1972 год около восьми раз. И все эти гастроли театра всегда показывали, что зритель настолько в Красноярске готов слушать оперу и смотреть балетные спектакли, что вот это и выразилось той необходимостью открытия в Красноярске государственного театра оперы и балета. Тяга к театру, любовь людей в Красноярске к театру и показана даже тем, что до конца года билеты на наши спектакли проданы. Субтитры создавал DimaTorzok Такая праздничная накануне театральная площадь утром вновь обретает деловой вид. Спешат на работу вчерашние слушатели и зрители, рабочие, инженеры, ученые, студенты. Эта площадь появилась в 1978 году, в год 350-летия Красноярска, и сегодня неотделима от его облика. Субтитры создавал DimaTorzok Красноярск расположен на берегу Енисея среди гор и тайги. Это открывает большие возможности для архитекторов, утверждает автор многих воплощенных проектов Орек Саркисович Демерханов, связавший свою творческую судьбу с Красноярском. Субтитры создавал DimaTorzok Современный Красноярск с почти миллионным населением играет важную роль в экономической жизни страны. Он превратился в крупный центр науки и искусства. Создавая новую культуру, город бережно хранит культуру прошлого. Реставрируются старинные дома, украшенные деревянной резьбой. Стремясь сохранить своеобразие старинного сибирского города, здесь заботятся о том, чтобы памятники деревянного зодчества органично вписались в современные архитектурные ансамбли. Бережное отношение к памятникам архитектуры и истории сказывается и в сохранении танцевальных и песенных традиций этого края. Только здесь, на сибирской земле, наверное, и мог возникнуть такой коллектив, как Красноярский ансамбль танца Сибири. В своем творчестве он опирается на народные фольклорные источники. И не случайно сюда съезжаются теперь столичные мастера искусств, чтобы на равных принять участие в фестивале «Саянские огни». «Саянские огни» Нежность Нежность тихой бывает В группах нежности слеп Нежность Нежность Красноярск от Москвы. Раньше говорили далеко от столицы. Но сегодня эти 3000 километров понятие чисто географическое. И по образу жизни, и по духу, и по уровню развития производства, науки, культуры и искусства от Москвы до Красноярска теперь уже не так далеко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok